Русские новости 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 Это русский человек, который живет постоянно. То ли вместе с родителями уехал за рубеж еще в детском возрасте, то ли родился там за рубежом. И вот я нахожусь в Российской Федерации незаконно. Засунули в спецприемник для нелегальных мигрантов на два месяца. Потом выдворили. Потом узнал, что на слова полицейских и что с тобой делать, надо деньги предлагать. Даже вот таксы узнал. Вот как повернулась попытка вернуться на родину. Причем врут нагло, что паспорт у них валялся. Все дружно сказали нет, записи в журнале нет. Значит и паспорта не было. Просто уроды. Подловили на незнание их подлости. Но в спецприемнике я не один русский был. Там постоянно русских привозят и выдворяют. Были русские из Узбекистана, один из Казахстана, с Украины, с ЛДНР. Вообще около сотни были. Причем гады издеваются, что ли. Раза два приезжали местные начальники из городской администрации и начинали агитацию. Мы вас сейчас депортируем и вы дома тогда голосуйте за Россию. И тогда вас больше депортировать не будут. Взятку все-таки пришлось дать. Эти уроды мне еще уголовное дело пытались навесить по статье использования фальшивого документа. Они выяснили, что я фактически проживал не по месту регистрации и на этом основании возбудили дело. Тогда спрашиваю ментов, а что все в России по месту прописки живут? Они ржут, но говорят, что ты иностранец, к тебе строже через адвоката дал взятку 50 тысяч в прокуратуру. Дело прокуратура прекратила, заплатила еще официально штраф 10 тысяч. За содействие со стороны полиции требуют 150 тысяч, тогда могут подать апелляцию по вновь открывшимся обстоятельствам. А за 50 тысяч адвокат сказал, что они все снимут, у них там тарифы почти на стенах суда висят. Но что-то нет у меня никакого желания кормить этих уродов, так сижу, жду 4 года, надеюсь, когда карта русского будет, что-то будет полегче. Вот конкретная история, каждый вправе судить о том, что происходит с русским человеком, приехавшим из-за рубежа на родину. Вот что происходит. Его встречают здесь актом геноцида, самого настоящего. Не нужны русские, проживающие за рубежом. Да и в рубежах России русские этому режиму не нужны. Русофобия на марше, первый зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухеддинов выразил недоумение, почему во всей стране изучение русского языка должно быть обязательным. Но действительно, зачем вот этим людям русский язык? Он только мешает им общаться между собой, создавать свои преступные сообщества, подрывать российскую государственность и пропагандировать здесь антихристианские культы. Вот чем занимается Духовное управление мусульман России в лице Дамира Мухеддинова. Пропагандой антирусской, антигосударственной. Не должно быть в России обязательного изучения государственного русского языка. Соответственно, Россия должна развалиться по языковым границам, которые эти же люди и проведут методом этнической чистки, как они уже провели. И вот эти так называемые мусульмане в кавычках в Чечне пытаются проводить их в других регионах. Но их пока еще маловато и поддержка, как они считают, со стороны Кремля раньше была масштабной, а сейчас как-то немножко ослабла. Поэтому вот эти все глупости от имени Духовного управления мусульман, ну видимо от всех мусульман, считает вот этот Дамир Мухеддинов, что он может вот подобным образом высказываться. В русском государстве он на следующий день был бы арестован и, может быть, лишен российского гражданства, права участвовать в общественной и политической жизни. Потому что это антигосударственная, антирусская позиция, направленная против русского большинства и самой русской сущности России. В Екатеринбурге теперь русский язык запрещено считать родным. Теперь в школе есть два разных предмета. Русский язык как государственный язык и родной язык. Применение термина родной язык к русскому языку недопустимо, так как это будет звучать оскорбительно для представителей других народностей России, для которых он не является родным. Вот до такого абсурда доходят власти и, в частности, образовательная система, в которой русофобия является просто правилом, а не исключением. Извращение русской истории, извращение русского языка и потакание самым разным формам дерусификации. Это политика Министерства образования в течение многих лет и десятилетий, которая продолжается, несмотря на какие-то иллюзии, которые были в связи с назначением нового министра. Якобы православные дамы. На самом деле ничего там ни православного, ни русского нет. И мы видим, что политика геноцида в системе образования продолжается. И продолжается безобразное поведение так называемых тоже россиян. К полумиллионному штрафу приговорил Тверской суд Москвы, бывшего сенатора Чечни, крупного бизнесмена Умара Джабраилова, за стрельбу в отеле Four Seasons, принадлежащего владельцам погоревшего банка Югра. По данным агентства Роспресс, ранее он был административно оштрафован на 4 тысячи рублей за употребление наркотических средств. По мнению экспертов Московского научно-практического центра наркологии, незадолго до открытия огня, Умара Джабраилов принял дозу кокаина. Ну так, всего 4 тысячи он там наркоманствовал и пустячок. Прощаясь с журналистами после заседания, сужденный сообщил, что приговором удовлетворен, а также пообещал в дальнейшем жить красиво и плодотворно. На заседание известный девелопер медицина Джабраилов приехал с двумя охранниками на автомобиле «Майбах». Бизнесмен сообщил, что признает свою вину, уже извинился перед сотрудниками отеля, которых, сам того не желая, напугал своим оружием, компенсировал нанесенные заведения ущерб и просит рассмотреть его уголовное дело в особом порядке, без прений сторон и исследований доказательств. Судья Ермакова просьбу обвиняемого удовлетворила, разрешив обеим сторонам вкратце изложить свои позиции. Гособвинитель объяснил суду, что Джабраилов, находясь в арендованном им номере, дважды выстрелил в потолок из наградного пистолета Ерыгина. Откуда у него наградной пистолет? Откуда у этих ублюдков наградные пистолеты и боеприпасы к ним? Не знаю. Затем он, прогулявшись по коридорам заведения с оружием на изготовку, вернулся к себе и произвел еще один выстрел в потолок. Ну так вот гуляет человек, его не сажают в тюрьму, не заворачивают ему руки за спину, так сказать, с треском суставов. Не делает это правоохранительный сетевый, так нежно к нему относится. Ну вы признаете? Ну да, погорячился тут, кокаичника немножко принял, ну и тут немножко похулиганил, ну простите меня грешно. И прощают ради бога, тем более, что у него есть деньги и на штрафы, и на покрытие ущерба, на все, везде денег раздал, я думаю, досталось и так называемым правоохранителям. Все счастливы и в отеле, все счастливы. Но только вот если он убьет кого-то, будет счастлив тот, кого убили и его родные и близкие. И вот когда эти проходимцы гуляют, еще разгуливают, имеют безграничные финансовые ресурсы, разгуливают с охраной, с обнаженным оружием и стреляют куда попадя. Это нормально? В суде, видимо, считают нормальным. Таких людей по уголовному делу надо сажать лет на 10, отнимая просто все средства, все деньги, все имущество. Это абсолютно социальные типы, соответственно, их надо выводить за рамки какого-либо касательства с обычными нормальными людьми. Нет, ну зачем? Ну он же все объяснил. С учетом отсутствия обвиняемого судимости, обвинитель попросил суд назначить ему нереальный обсловный срок. Экс-сенатор, в свою очередь, назвал предложение прокурора слишком жестким и необоснованным. Объяснил суду, что не планировал причинить кому-то вред. Ну и судья тут же, конечно, поверил. Но всякому негодяю, естественно, надо верить. А приличному человеку в суде не принято верить. Суд относится критически к показаниям подсудимого или к подказаниям свидетеля или специалистов и так далее. Это обычная фраза. А здесь, ну как нормально, безупречная предыдущая жизнь, так решили, так Джабраил сказал, им поверили. И все, что я сделал для Родины, добавил господин Джабраил, для Родины он, оказывается, вот этот ублюдок живет для Родины. Для какой Родины? Ну уж явно не нашей, у нас какие-то разные Родины. Защитник пояснил, что его клиент является публичной личностью и лишение свободы, пусть даже условное, его общественная деятельность будет препятствовать. Защитник, как и сам Джабраилов, ранее просил в суд ограничиться штрафом. Судья Ермакова выслужил принять сторон, признала Джабраилова виновным в хулиганстве. И она также пояснила, что Стрелок не страдает психическими расстройствами, не подвержен зависимости от психотропных веществ, а следователь должен нести ответственность за свои действия с учетом раскаяния. Ограничились штрафом в размере 500 тысяч рублей. Вот так отделался тоже россиянин от уголовной ответственности. Фактически ее не было. Он расплатился нашими деньгами, которые у нас украдены. Еще один тоже россиянин действовал в духе бананьев Немая, в соответствии с известным анекдотом. Пишет об этом бывший политик Николай Травкин, вот как-то он занялся такой вот публицистической деятельностью на старости лет. Видно, и питерский бизнесмен импортировал бананы и прочие заморские фрукты в северную столицу и прочие места нашей родины. Бизнес был масштабным, требовал постоянно больших банковских кредитов, в которых ему, как особе, приближенный к императору, разумеется, не отказывали. Даже Герман Греф, у которого рядовой предприниматель снега с территории Сбера зимой не выпросит, и то не отказывал. Когда кредиты превысили 20 миллиардов рублей между делом, Владимир Кехман внезапно охладел к фруктовому бизнесу и воспылал любовью к мельпомене. Он стал художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а позднее возглавил еще и довесок в Новосибирский театр оперы-балета. Там собирались ставить непотребщину в виде тангейзера, и Мединский решил, что для укрепления нравственности в Новосибирске там необходим человек с кристально чистыми качествами, то есть именно господин Кехман. А как совместить руководство прекрасным с головной болью, а долгой в 20 миллиардов? Невозможно. Вот Кехман долг всем, кому должен, и простил. Я заявил, он банкрот, и отвяжитесь от меня, как сообщает газета Коммерсант, дело в отношении Кехмана, который подозревался в отмывании денег в особо крупном размере, закрыто 14 ноября. Своим все прощаем, своим все прощаем. Только гражданам России и вообще русским людям ничего не прощают. Ну ничего, банки немного повысят ставки населению по кредитам, понизят ставки по депозитам, и все выправится. А Следственный комитет займется кем-то другим. Вон по гоголь-центру еще полно неохваченных, тоже простят наверняка, я думаю, и этот порнографический гоголь-центр тоже приобщат к общему числу россиянствующих россиян и русофобствующих россиян. Какая разница? Если русофобствуют, если ведут себя непотребно, значит они и не подсудны. Ну в крайнем случае расплатятся теми деньгами, которые наворованы ими в нынешней системе. Форменный идиот во главе Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не намерен претендовать на пост председателя правительства России, как будто ему уже кто-то предложил. По словам Собянина, его устраивает уровень ответственности на нынешней должности, а нас совершенно не устраивает его уровень ответственности. Ему в тюрьму пора за совершенные преступления, хозяйственное безобразие, которое он творит. А также возможность увидеть конечный результат реализованных программ. Ну мы-то уже их видим. У меня ощущение, что специально кто-то кочегарит или для интриги, или для того, чтобы развлечься. Я всем говорю, коллеги, мне комфортно работать в Москве. Нам не комфортно видеть этого человека на посту мэра Москвы. Самозванца, приехавшего сюда, не зная ни хозяйства Москвы, ни ее истории, не любящего просто Москву. И превращающего этот город в город олигархов и понаехавших, так называемых понаехавших гастарбайтеров, которые этих олигархов обслуживают. А москвичу жить в Москве стало просто невозможно. Поэтому мы не видим Собянина. Ни на посту мэра, ни тем более на посту премьера. Хотя, если туда его к тупым отправят, это будет в путинской системе вполне логично. И вот я работал в администрации президента, работал в аппарате правительства. Я знаю, что это такое, я считаю, что это очень тяжелая и неблагодарная работа. Поэтому, если можно, это не для меня, сообщает Собянин в эфире радиостанции, говорит Москва. И одновременно его высказывания в духе тупой еще тупее. У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 миллионов человек, которых для производства сельскохозяйственной продукции, с учетом новых технологий производительности на селе, по большому счету, не нужно. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то. Ну, то есть, человек полностью не понимает вообще ничего в этой жизни. И его задача – это сгрести московскую агломерацию, вообще всю Россию. Что эта задача перед ним поставлена, мировым и местным здешним российским олигархатом. И он ее решает. Центр Москвы освободить от москвичей, москвичей довести до уровня гастарбайтеров, и собрать всю Россию на уровне социальных низов в качестве обслуживающих персонала в ближнем Подмосковье, которое прирежут, ну, частично уже прирезали к Москве, создать там громадные города, трущобы. Вот политика этих людей, этих тупиц, которые, ну, говорят, они не такие тупые, они свою выгоду-то знают. Ну, конечно, когда совершен переворот, тупицы властвуют над людьми с совестью, честью и рассудком, тогда, да, в этой системе они, конечно, кажутся умными. Ну, на самом деле, тупость просто первостатейная. Они губят нашу страну, губят наш народ, погубят и самих себя. Ну, нам их-то не жалко, но нам жалко страну и жалко наш народ. Поэтому мы хотим избавиться от этих тупиц, от Собянина, от Грефа, от Джабраилова и прочих людей. От негодяев, преступников, изменников, убийц и всякой прочей нечисти. Но чтобы это произошло, нам как-то надо собраться с силами. И вот это собирание, я же не просто вещаю на потребу какой-то публики и зрителей. Я приглашаю к объединению русского национального движения. Исторжение оттуда всяких проходимцев типа Мальцева, который теперь обретается в Ницце и добивается французского гражданства, скорее всего, его получит. Исторжение всякой глупости, которая бродит в русских головах, заставляет русских превращаться в русофобов, тоже россиян. Избавление должно произойти от клеветы на Российскую империю, на русских государей, на все русское, что было в нашей истории. Даже в советский период что-то русское все-таки оставалось. Русский народ продолжал здесь жить, продолжал читать Пушкина, Достоевского и Толстого. Оставался русский народ русским. Поэтому здесь есть что любить и что защищать. И в советский период было. Но было и не русское. А это нам любить совершенно не нужно. Весь этот коммунистический бред, партийно-номенклатурный догмат. И сейчас в России есть что защищать. Продолжает существовать русский народ и продолжается русская культура. И в этом мы можем убедиться, если постараемся взять себе за труд, выяснить, существует ли русская культура, существует ли русский народ. Существует, существует. Есть что любить и что защищать. Но надо собираться с силами, избавляться от глупостей, избавляться от идеологических штампов, прежде всего коммунистических времен. Либерализм уже исторглен, надо исторгнуть из своей души все коммунистические и социалистические бредни. Русское национальное самосознание позволяет любить родину при любом политическом режиме и сопротивляться ее оккупантам, ее захватчикам, сопротивляться злу, как нам, как православным людям и предписывает наша вера. И эта вера является единственной русской. Соберемся с силами, избавимся от оккупационного режима, установим русскую национальную власть и построим русское национальное государство на гордость себе и на зависть другим народам. Редактор субтитров А.Семкин